МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Музыка Всех снова рад видеть на нашем канале Оптонет. Сегодня у нас на обзоре магнитола 2.1 P208. Она идет на андроиде, то есть можно подключиться к Wi-Fi, по блютузу. В общем, делать все, что на любом андроид-планшете или на каком-то другом устройстве. То есть смотреть фильмы, играть в игры, скачивать приложения, YouTube посмотреть. Естественно, слушать музыку. И даже в этой магнитоле есть навигация, то есть GPS-датчик, который позволит вам скачать карты и пользоваться навигацией абсолютно бесплатно. Не забывайте переходить по ссылке в описании в Telegram и Viber. Там есть товары по классным оптовым ценам. Всем желаю приятного просмотра. Погнали! Магнитола идет в вот такой коробочке. И модель P208 изображения самой магнитолы. Открываем коробку, посмотрим на комплектацию. Что касается комплектации, во-первых, вы получаете все фишки, выходы, тюльпанчики, то есть кабеля, которые нужны для подключения, во-первых, магнитолы. Вот самая главная фишка, которая позволит подключить, допустим, магнитолы питания, динамики, передние, задние. Дальше вы получаете переходник, то есть вот это вставляется в магнитолу и выход USB. Можно протянуть его даже в бардачок, в общем, вывести туда, где удобно будет вставлять флешку. Также еще один тюльпан для подключения. Вот эти все тюльпаны тоже вставляются в вот эту часть в саму магнитолу, а тюльпаны для подключения, например, камер заднего вида, для подключения сабвуфера, вот этого всего. Ну и, конечно, инструкция по эксплуатации. Также, ребят, вы к магнитоле получаете вот такую вот рамку в комплекте, чтобы красивенько все это дело смотрелось. И GPS-датчик, который позволит скачать карты, установить навигацию и пользоваться абсолютно бесплатно. Ребят, сама магнитола выглядит вот таким вот образом, очень прикольно смотрится. Вот здесь находится экранчик, он сенсорный, здесь находятся сенсорные клавиши, а вот это две крутилки, они механические. Это клавиша включения, регулировка громкости, вот это переключение режимов. Вот таким вот образом выглядит передняя часть магнитолы, и вот таким вот образом, ребята, выглядит задняя часть магнитолы. То есть магнитола садится в шахту 2.1, вот сколько, а вот эта вся часть будет, то есть наружу. На задней части у нас находится фишка, то есть выход для фишки, самое главное для подключения питания и динамиков. А вот это все выходы для фишек, то есть для тюльпанов, для того, что я вам показывал. Также выход GPS для датчика GPS, он просто сюда накручивается, и выход под радиоантенну. То есть радиоантенну можно сюда вставить, и это все дело будет работать. Вот таким вот образом выглядит главное меню. Это очень прикольно сделано, потому что все красиво, аккуратненько упорядочили, нету никаких лишних папок, файлов. Здесь все самое нужно. Добавлять громкость можно как сенсором, также можно добавлять крутилкой, это удобно. На нижней части у нас быстрые сенсорные клавиши, которые позволят, допустим, вернуться домой, зайти в радио, вы нажимаете, вас сразу закидывают в радио, и, соответственно, все это дело работает. В этой магнитоле есть Bluetooth, вы можете сюда подключиться с помощью вашего смартфона, и, соответственно, значит, если вам кто-то будет звонить, будет воспроизводиться через акустику вашего автомобиля. Это очень удобно, когда вы едете за рулем. Самое главное меню, вы заметите, как прикольно оно открывается, то есть моментально, быстро, плавно, очень красиво. Здесь у нас находится уже установленный YouTube, уже установленный Play Market, и вы сможете сразу зайти, например, скачать любое приложение, любую игру и играть на таком экране. Также у нас есть браузер Google, который позволит искать любую информацию, соответственно, все что угодно можно найти в браузере. Вот, пожалуйста, Google, нажимаем, открывается у нас, нажимаем поиск, открывается у нас клавиатура, и все это дело можно искать. Это прикольно. Особенно прикольно сделано, что вот здесь вот эти быстрые клавиши, которые можно вернуться назад, вернуться домой и так далее. Здесь установленный Android 10.1. Вот, можно видеть, то есть, Android 10.1, оперативной памяти в данной магнитоле 1 гигабайт. Но, несмотря на это, она работает шустро, она летает, вот эти все анимации плавненько включается меню, закрывается, возврат там, допустим, вот калькулятор, видите, он аккуратненько открывается. Точнее, не в калькулятор зашел, календарь, калькулятор раз, открылся, сделали быстренько, вышли и плавненько все убирается. Встроенной памяти в этой магнитоле 16 гигабайтов, а расширение экрана у нас 1280 на 480 точек. Также в магнитоле есть эквалайзер, более подробно вы сможете все настроить для себя. Ну и несколько уже есть сохраненных настроек, это данс, фолк, поп, джаз, рок, каждый, в общем, выберет или то, что есть, или же настроит под себя еще. Еще огромный плюс в том, что здесь можно выбрать любой логотип, то есть многие спрашивают, можно ли, здесь можно. Ребята, выбрать логотип, скачиваете логотип с интернета, загружаете на магнитолу и, соответственно, у вас будет при загрузке включаться логотип, например, вашего автомобиля. Шкода, Мерседес, Ауди, все что угодно. Можете имя свое написать и у вас будет магнитола загружаться с логотипом. Если потянуть сверху вниз, у нас открывается шторочка, на которой быстрый доступ к Wi-Fi, Bluetooth. Значит, здесь также у нас можно screen off, выключить этот самый экран. Если вы едете ночью, экран выключили, музыка работает. Если коснуться к экрану, он сразу у нас загорается. Сделать скриншот экрана. Что-то важное высветилось, где-то в браузере что-то нашли, пожалуйста, сделайте скриншот. Ребят, в магнитоле есть Wi-Fi, пожалуйста, выключили Wi-Fi, нажимаем подключиться, это Wi-Fi наш. Вводим пароль и пользуемся Wi-Fi, то есть заходим в YouTube и это все дело будет работать. Это, конечно, прикольно. В автомобиле включили YouTube и смотрим любимые ролики, которые вам нравятся. Я подключился к Wi-Fi, значит, просто чтобы подключиться, шторочку сверху экрана вытягиваем, включаем Wi-Fi, подключаемся к Wi-Fi сети. И, соответственно, после чего можно зайти в меню, устроенный уже браузер или в Play Market, скачать игры или любые приложения. Заходим, например, в браузер Google. И, пожалуйста, у нас работает YouTube, можно смотреть ролики, можно просто-напросто добавить вкладку или... вот, добавить вкладку и найти именно в поиске все, что нужно именно вам. А на нижней части, ребята, у нас находятся два выхода USB. Вот здесь значение. Один выход для зарядки, а второй выход для подключения флешки. В общем, все, что угодно можно подключить. Например, флешку с музыкой и тем самым вы расширите память самой магнитолы. То есть, из 16 можете сделать, например, 32 или больше. И плюс еще заряжать ваши гаджеты. Не только телефон, но планшет. Все, что угодно, что можно заряжать через USB. Здесь есть все, что должно быть в современной магнитоле. И немаловажную роль играет вот эта именно механическая крутилка громкости. Кто-то спросит, а зачем механическая, если можно все это сенсором делать? Но за рулем не всегда это удобно. И вы едете, смотрите на дорогу, вы просто рукой можете добавить громкость, несмотря на экран. А сенсор, конечно, обязательно нужно посмотреть, где вам добавлять громкость. Ну и в комплекте GPS-датчик, все фишки, все тюльпанчики для того, чтобы использовать эту магнитолу на 100%. Пишите в комментариях, что вы думаете про эту магнитолу. Понравилась ли данная магнитола вам? Это 2.1 магнитола, напоминаю еще раз. Но не забывайте, что в описании есть ссылки на Viber и Telegram. Для того, чтобы можно было заказать любые товары по оптовым ценам. Не забывайте подписываться на канал. И всех жду в следующих наших роликах. До новых встреч!